Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую! Знаете, когда мы читаем Священное Писание, проходит такая большая тема или такая сюжетная линия, которая открывает нам, что грех человека в этот мир, он принес вот такое вот отчуждение, и знаете, отчуждение до такой степени, что вот когда Бог стал человеком, когда Бог посетил свою собственную планету, люди в большинстве своем не приняли его, и в конце концов они даже вот его убили. Однако вот мы читаем Евангелие, были и те, кто принял его, мужчины, женщины, ну, к примеру, такие, как Петр, Иаков, Иоанн или Мария, Марфа, Иоанна, они были привлечены чистотой Спасителя, его непорочностью, мудростью и любовью. И вот в их жизни были такие мгновения, когда для них открывалась его слава, и эти люди поняли, что ему можно доверять, как никому другому. Мы называем их учениками, ученики Господа Иисуса Христа. И вот на короткое время вот их жизнь, она изменилась, изменилась, ну, буквально, наверное, для некоторых из них, хотя бы в путешествие, путешествие со Христом, в котором он взял на себя вот такую вот задачу преобразить их своим учением, своим примером и своей силой. Ну, мы продолжаем наши рассуждения о том, что значит быть учеником Господа, и что значит следовать за Господом. Вот с моей стороны у меня вот такое вот желание сегодня вместе с вами еще раз посетить неизвестный дом в городе Иерусалиме, занятую верхнюю комнату перед праздником Пасхи. А дело в том, что вот в этой, под крышей этого дома происходили удивительные вещи. Эта история, которую рассказывает апостол Иоанн, начинается в 13 главе его Евангелия. И само событие, вот это вот ужин Господа и учеников происходит перед праздником Пасхи, и последней Пасхи о служении Спасителя. Итак, Иисус знает, что настал час оставить этот мир и перейти к Отцу. Ну, друзья, я думаю, вы помните, что Пасха, она праздновала великий исход Израиля из Египта. Она праздновала освобождение от власти фараона и свободу поклоняться Богу. И вот Пасхой началось путешествие, которое в итоге приведет Израиль в убитованную землю под руководством Моисея. Но прежде чем вот это вот освобождение могло быть осуществлено, в самом начале пути нужно было отпраздновать Пасху. И вот тогда Израиль должен был усвоить, понять, что только политического освобождения недостаточно. Мужчины и женщины – это грешники, и поэтому нуждаются в искуплении. И вот если проблема человеческого греха не будет решена, то те, кто сегодня получают политическое освобождение, получают освобождение от угнетения, завтра окажутся в опасности стать новыми и, может быть, еще больше худшими тиранами. Конечно, вот религиозный праздник, установленный в Египте, не мог совершить того, что должно было совершиться, искупление от последствий греха. И поэтому вот этот праздник, он только указывал вперед на то, что произошло на кресте. И вот теперь в Иерусалиме, во время жизни нашего Спасителя, должна была воплотиться реальность, на которую указывал этот праздник. Высшая жертва Спасителя, который возьмет на себя грех мира и избавит свой народ, ну, не от фараона, друзья, от князя мира этого. Избавит от врага, от врага Божьего и угнетателя его народа. И вот если вы помните вот содержание Евангелий, вот в последние дни жизни Спасителя, вот все отчетливее и отчетливее. Выделялась вот в повествовании тень именно дьявола. Итак, мы читаем о нашем Спасителе, который думает о том, как уйти к Отцу. Посмотрите, как написано. Евангелие Теана, 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час, перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил. Я думаю, интересный текст, знаете, в каком смысле, друзья? Друзья, оказывается, вот кроме нашего мира, кроме нашего материального мира, есть вот другой мир. И вот попробуйте представить себя вот в контексте Евангелий. Вот когда сгущаются последние часы, когда силы тьмы выходят на центральную сцену, вы знаете, Существенное Писание заверяет нас в том, что вот наша маленькая планета – это незамкнутая система. А Божий Сын собирается совершить исход. Божий Сын собирается совершить выход, Он выйти. Он собирается стать первопроходцем для тех, кто когда-то доверится Ему. И именно в ближайшие несколько часов должно было произойти нечто, ну что вот наш разум, Он не может понять. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? То есть Христос должен стать первопроходцем. Он должен был стать пионером вот в путешествии, которое включает в себя смерть, погребение и воскресение. И вы знаете, вот в этом путешествии Он должен стать первопроходцем в таком смысле или вот таким образом, что никто другой не мог последовать за Ним. И все же, друзья, даже в такое время ученики для Господа не были чем-то второстепенным. Даже в такое время ученики для Господа не были чем-то второстепенным. Его разум был полон ожидания славы. И вот одновременно Христос собирался продемонстрировать, что на самом деле означает предельная любовь, или вот любовь до конца, как говорит нам Евангелие. И вот Он обращается к ученикам, друзья, обращается с тем, чтобы подготовить их к своему уходу. И с другой стороны, конечно, подготовить учеников и к их собственному путешествию. То есть каждый из учеников вот здесь начинал свое собственное путешествие. И, может быть, точно так же и наше с вами странствование, это не просто географическое или космическое путешествие. Друзья, наша с вами жизнь, как учеников Господа, это путешествие к еще более глубокому общению с Ним. Это путешествие к преобразованию характера через силу Божьего Духа, который Христос оставил с нами. Друзья, это путешествие к все большей преданности Господу и к все большей привязанности к Нему. И Христос собирался научить их, что значило для Него любить их до конца. И вы знаете, друзья, вот в этих главах, в нескольких главах Евангелия Теана отношения учеников и учителя, ну, в какой-то мере можно разделить на две части, они состоят из двух частей. Посмотрите, пожалуйста, 14 главу, последний стих Евангелия Теана, где Господь говорит самые последние слова «Встаньте, пойдем отсюда». То есть они находятся в комнате. Давайте попробуем представить себя там. Трапеза закончена, и Господь говорит, что все, настало время уходить. Но в действительности немножко сложный текст, потому что беседа дальше продолжается. И с точностью нельзя сказать, как продолжается последующий разговор. В комнате или, быть может, Господь уже беседует с учениками в пути. Но независимо от того, были они внутри комнаты, или, быть может, они уже вышли, вот тон меняется. Знаете, почему, друзья? А потому что в 15 и 16 главах Господь переходит к подготовке своих учеников к огромной-огромной задаче – приносить плод. В 15 и 16 главе Господь готовит учеников к огромной задаче – приносить плод. И вот в этом смысле отношение учеников и учителей, друзья, приносить плод не здесь, не внутри уютной комнаты, приносить плод не в здании дома молитвы, где красиво поют, где спокойно, друзья, а приносить плод снаружи. А для учеников это был враждебный мир. И наша задача сегодня вкратце просмотреть вот эту внутреннюю подготовку к этому внешнему свидетельству, к внешнему служению. Вот давайте попробуем вникнуть в это, потому что все, что происходило внутри, оно было направлено на то, чтобы сделать их вот настолько близкими к Нему, друзья, для того, чтобы у них хватило смелости снаружи, за пределами этой комнаты, хватило смелости действенно свидетельствовать о том, что Он сделал для них и Он что сделал в них. Итак, эта внутренняя история состоит из нескольких элементов, и коротко мы с вами обратим внимание на каждый из этих элементов. Первое, друзья, Христос омывает ноги ученикам. Дальше Он разоблачает предательство Иуды, Он разоблачает отречение Петра, и в конце концов мы тоже обратим на это внимание. Он открывает для своих учеников ресурсы для того, чтобы достигнуть эти цели. Итак, в комнате на данный момент находились 13 человек. А прежде чем закончится вот эта вот ночь, о которой говорит нам Евангелие, один из учеников предаст Учителя, другой Петр, который был силен в своих заверениях о верности Христу, однако в течение 24 часов он трижды публично отречется от Иисуса. А что касается остальных, друзья, они оставили Иисуса и убежали. Почему? Потому что Он не сопротивлялся при аресте. И все же, вот как мы увидим, вот как это заметно из чтения, Он, не имевший никаких иллюзий на их счет, собирался так преобразить 11 этих людей, друзья, что сегодня мы с вами сидим здесь. Вот те 11, те самые 11 смело понесут Евангелие по всему миру, да так понесут, друзья, что мы сегодня будем сидеть и удивляться благодати и силе Божьего Духа, которые привели к этому. Итак, в той комнате наверху Он продолжал формировать их характеры, готовя их к миссии. И вот самый первый урок возник, вы знаете, очень просто. Возник из простого факта, что там, очевидно, не было слуги, чтобы выполнять простую, обычную задачу – омыть ноги гостям после их пыльной прогулки по городу. И Господь, вот, я думаю, коротко напомню, друзья, что это было омовение ног учеников, и вот которое, омовение, которое Христос поднял на совершенно другой уровень. Вот что Он сказал, это 10 стих 13 главы, что омытому нужно только ноги умыть. А вы знаете, вот Господь перевел это на духовный уровень, и вы знаете, в чем смысл был? Ну, обычно, вот, если вы жили в то время, вы знаете, если бы вы были, если бы вы не были очень-очень богатым человеком, у вас не было своей ванной. И поэтому, если вы куда-то шли в гости, да, то вы шли через общественную баню. И в этой бане вы помылись, да, друзья, но потом вы вновь продолжаете свой путь по пыльным и загруженным улицам города. Вы приходите к хозяину дома, и вас встречал обычно раб, слуга, который помыл вам ноги. И вот в этом смысле написано, что теперь ты чист весь. А вы знаете, друзья, в чем смысл? Смысл в том, что вот для учеников Христа, для того, чтобы нести эту миссию, вот, нести эту миссию снаружи, друзья, нам нужно постоянное очищение от грехов. А как это делает Господь? Господь это делает через Слово, потому что Слово – это зеркало, друзья. Когда мы читаем Священное Писание, зеркало, которое выталкивает снаружи всякую грязь. И эту грязь мы должны заметить, и эту грязь мы должны принести Господу, покаяться в этой грязи и искать очищение этой грязи. То есть, друзья, без постоянного очищения мы учеником не сможем быть Господа, полноценным настоящим учеником Господа не будем. И Господь учит учеников очищению, которое необходимо для участия в его великой миссии. Второе важное событие вечера, друзья, это разоблачение Иуды. И снова, вы знаете, имеет место символический акт, который раскрывает, кем был предатель, раскрывает характер его греха. То есть, наступает такой момент, в который Господь объявил, что один из его учеников виновен. Вот в таком отношении, которое можно описать только следующим образом, это 18 стих. «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Что это значило, друзья? Насколько серьезным это было? О чем это свидетельствовало? Ну, вообще, я думаю, что любой удар ногой по-ближнему, друзья, это жестоко. И, конечно, вот ударить ближнего ногой, есть несколько разных способов ударить. Есть, может быть, такой открытый способ, когда вы подходите человеку в лицо, там поднимаете ногу и наносите тот удар. А вот еще один способ, друзья, подойти к человеку, улыбаясь во все лицо, приветствовать его, ну, как будто бы вы любите, уважаете его, а затем, когда он только что прошел мимо вас или проходит мимо вас, а не видит, что вы собираетесь делать, вы поднимаете ногу назад и ударяете его пяткой. Такой способ ударить человека ногой не только жесток, друзья, это лицемерие, которое сопровождается предательством, то есть вдвойне неприятное действие. «В тот самый момент за столом с Господом сидел один человек, который ел его пищу и притворялся его другом, делая вид, что ему очень все нравится. И, как ему казалось, он втайне намеревался не только ослушаться Христа, но и предать его. Собирался ударить ногой того, кто протягивал ему хлеб». Вот этот текст перед вами, друзья, в нашем переводе на русском языке. Давайте мы сравним к этому еще один текст. Итак, вот 18 стих, посмотрите, как написано, «Ядущий со мною хлеб подал на меня пяту свою». И вот написано, друзья, то есть это ссылка из Ветхого Завета. Откуда это взято? Это 40-й псалом, 10-й стих. Давайте этот стих прочитаем. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался». Посмотрите, как написано, «Который ел хлеб мой». Он кушал мой хлеб. Вернемся к Ивангелетяна, друзья. «Ядущий со мною» означает «Он кушал мой хлеб», а что поможет нам получить представление о грехе Иуды. Дело в том, что речь не шла о том, что 13 человек вместе ели в ресторане, и каждый из них платил свою долю стоимости еды. В данном случае, друзья, как и во многих других случаях, в прошлом хозяином ужина был Иисус, который в своей любящей щедрости пригласил Иуду в качестве гостя, дорогого гостя, разделить с ним стол. Помимо еды на столе, Господь Иуде даровал несколько высоких привилегий и даров. Он назначил его одним из апостолов и поручил ему идти вместе с другими апостолами проповедовать Евангелие Царства Божьего. А кроме того, друзья, Иуде была доверена должность казначей апостольской группы. Он держал или носил кошелек, в котором хранились все деньги, принадлежавшие Иисусу Христу. Но помимо этих высоких привилегий, даров и почетных обязанностей, Христос предложил Иуде свою личную дружбу. Это 26 стих 13 главы. «Обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». А знаете, друзья, это вот ближневосточная вежливость. Это обычай дружбы. Хозяину ужина протянуть гостю кусок хлеба. То есть это не просто так, друзья. Это глубоко. Это искреннее предложение дружбы. Знаете, в жизни есть вещи настолько святые, что им нельзя дать денежную оценку. И любой, кто готов продать их за деньги, совершает очень низкий поступок. Дружба – одна из таких вещей. Верность другая. Что бы вы сказали о человеке, который за хорошую плату продал бы своего друга в рабство? Украсть деньги из общего кошелька было очень плохим поступком. Но в конце концов, друзья, что значили бы эти 13 серебряников вот из кошелька Иисуса Христа? А вот сидеть в качестве его гостя. Притворяться, что дружить с ним, есть с его стола, а затем продать за деньги из самого Христа – это совсем другое. Именно поэтому, друзья, Христос не был бесчувственным человеком. И поэтому написано, что он возмутился духом. Это 21 стих. Христос возмутился духом. Вы знаете, Иуда годами брал хлеб Христа. Он брал у Христа многое, но чего он никогда не взял, друзья, он никогда не взял дружбы Спасителя. Он брал дары, отвергал дарителя. Они были на пасхальном пире, они ели вместе. И в Новом Завете так много говорится о еде. А теперь еще один вопрос, друзья, ну почему Христос разоблачил Иуду? По нескольким причинам. И вот одна причина заключается в том, что это было очень важно для учеников, вот чтобы они тоже знали предателя. Иначе вот впоследствии могло бы сложиться впечатление, что Иуде удалось обмануть Христа, и что Господь не способен отличить настоящего апостола от ложного. И вот с какой-то стороны, вот когда мы думаем о поступке Иуда, конечно, он кажется нам очень-очень экстремальным. Но вы знаете, друзья, вот расположение сердца этого человека встречается гораздо чаще, чем мы с вами думаем. Иуда брал дары Христа, но у него не было времени, любви, верности для Христа лично. Сегодня многие люди берут и наслаждаются Божьими дарами, но у них нет времени, нет любви и преданности Богу. То есть люди относятся к Творцу так, как Иуда относился к Иисусу. А вокруг нас разложены для нашего удовольствия добрые и часто очень восхитительные дары Бога, в том числе, друзья, хлеб насущный, который сегодня, мать может, вы кушали на завтрак. Но вот в жизни есть нечто большее, чем пища. И вот этот бутерброд, который сегодня вы кушали на завтрак, за этим бутербродом бьется пульсирующее сердце Творца. А его дары, друзья, это приглашение. Это приглашение искать его дружбы, искать его. И многие люди сегодня берут, наслаждаются этими дарами, но не имеют никакого интереса к божественному дарителю. Нет никакого долга благодарности Богу, ни любви к нему, ни преданности, ни желания его дружбы. То есть люди игнорируют его. А хуже бывает, друзья, что ради получения больше денег, больше лучшего положения в обществе, а большего признания в мире, многие готовы продать Божьего Сына и обменять веру в Бога на мирской успех. То есть, друзья, для того, чтобы быть нечестивым, не нужно убивать, не нужно грабить банк или прелюбодействовать. Все, что вам нужно сделать, взять Божий дар и не иметь любви или времени для самого Бога. Знаете, что еще интересно происходит во время этого ужина? Господь начинает разговаривать с предателем. Я думаю, это очень величественно, друзья. 27 стих, друзья, посмотрите, как написано. Входит в Иуду сатана. Вот Христос говорит, что делаешь, делай скорее. А вы помните, что дальше написано? Написано, что ученики не поняли. Никто из них не понял, что происходит. Они подумали, что Иисус говорит ему купить что-нибудь для праздника или что-то для бедных. Это снова очень сильно впечатляет. И знаете, почему, друзья, попробуйте себе представить, каким тоном наш Господь разговаривал с предателем. Попробуйте себе представить тон, каким Господь разговаривал с предателем. Ну, иногда, друзья, я думаю, это часто бывает в семейных отношениях. Муж-жена, мы что-то хотим высказать, да, мы там составим предложение очень грамотно, да, друзья. И может, мы скажем, все хорошо, все правильно. Но интонации иногда, друзья, мы все-таки, ну, съязвим. Каким тоном нужно было говорить с предателем, чтобы вокруг никто ничего не понял? Больше того, друзья, вы знаете, что они поняли? То есть из тона, о котором говорил Христос предатель, они поняли, иди, дай что-то нищим. Вот то, как бы вы говорили о нищих, так Господь разговаривал с Иудой. Какой урок для нас, друзья, которые так легко сердятся. Это великолепно, не так ли? Это средство того, что значит быть Сыном Божьим, потому что это превосходит нашу жалкую человечность. Друзья, это настоящее благочестие, потому что это настоящий Бог. И так Иуда уходит. Господь продолжает говорить ученикам, недолго мне уже быть с вами. И вот здесь появляется еще один характер, друзья. Еще один его ученик – это апостол Петр, который вот здесь тоже выступает на первый план, и внимание Господа. Теперь направлено именно на него. Петр думал, что понимает все очень хорошо. И снова вот почему-то именно в Петре, друзья, открываются вот такие вот, ну, может быть, сложные и простые человеческие слабости. Когда мы читаем о Петре, я думаю, вы помните эту историю? Следует урок, с которым в теории согласиться очень легко. Но вот гораздо труднее, когда вы обнаруживаете его истинность на своем практическом опыте. Урок заключается в следующем. Как бы мы не были благодарны Господу за то, что Он сделал для нас. Послушайте, друзья. Как бы мы не были благодарны Господу за то, что Он сделал для нас. Как бы мы не были полны решимости любить, слушать и следовать за Ним, нашей любви и решимости самих по себе недостаточно. Недостаточно для того, чтобы мы следовали за Ним, как должно. Знаете, почему? Потому что в нас есть скрытые слабости, которые, если бы мы только зависели от своих собственных ресурсов, очень легко могли бы полностью разрушить всю нашу с вами жизнь. Конечно, каждый верующий без колебаний согласится с тем, что он несовершен и время от времени грешит. Но почти бессознательно очень многие из нас полагают, что при достаточной решимости, внимании или старании мы сами сможем преодолеть или подавить свои грехи и достичь какого-то стандарта святости. Друзья, это неправда. Это просто неправда. Знаете, почему? Потому что грех истощает наши силы. Потому что грех рушит наши моральные устои больше, чем мы думаем. И вот этот вот опыт, опыт апостола Петра, он становится особенно горьким, когда некоторые из наших проступков повторяются. Отречешься от меня не один раз, не два раза. Отречешься от меня три раза. И вот эти вот наши повторяющиеся неудачи заставляют нас столкнуться с этим неприятным и тревожным фактом. Итак, горький опыт апостола Петра. Позвольте почитать. 36-38 стихи. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, Куда я иду, ты не можешь теперь идти за мною. А после пойдешь за мною? Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не проповед петух, как отречешься от меня трижды. Итак, Господь говорит, что он уходит. И туда, куда он уходит, его ученики не могут пойти. Петр немножко размышлял, как у него было часто, друзья, и решил, что наш Господь, ну, немножко преувеличивает. Господи, куда именно ты идешь? Господь повторяет, Куда я иду, ты не можешь идти за мной. Но потом ты пойдешь, позже ты пойдешь за мной, Петр. Он не был удовлетворен, так как чувствовал, что вот эти вот замечания Господа, вы знаете, как-то они подразумевают недостаток в его мужестве. Но Господи, говорит он, почему я, Петр, не могу следовать за тобой сейчас? Я свою жизнь отдам за тебя. Друзья, мы совершенно уверены в том, что Петр имел в виду каждое слово, которое он сказал. Мы совершенно уверены в том, что за последние годы в сердце Петра выросла очень глубокая, теплая преданность Господу. И насколько он знал, он был совершенно готов отдать за него жизнь, если потребуется. Конечно, Петр не был Иудой. И, возможно, по мысли Петра, вот разоблачение Иуды, оно еще больше укрепило его уверенность, что он никогда не предаст Господа таким подлым образом. Он последует за ним, если понадобится и в тюрьму, и в смерть. То есть, насколько он знал, его преданность Христу не подлежала сомнению. Вы знаете, беда была в том, и это наша с вами общая беда, что мы не знаем себя достаточно хорошо. На самом деле, в личности Петра была вот эта вот скрытая слабость. И когда через несколько часов по зловещим махинациям самого дьявола обстоятельства окажут невыносимое давление именно на эту слабость, преданность Петра полностью рухнет. И Петр отречется от Господа с клятвами. А теперь, именно теперь, друзья, Господь должен был показать ему, сказать ему об этом и разоблачить эту слабость, как ранее он разоблачил предательство Иуды. Трижды отречешься от меня, друзья, еще раз повторяю, горечь повторной неудачи. Это то, с чем нам всем приходится иметь дело. Простите за такую держность, друзья, в этом смысле все мы, апостол Петр, за один только раз мы не научимся. Вот эта горечь повторной неудачи, конечно, может привести к отчаянию. И все же Иисус сказал ему, вот сейчас ты не пойдешь за Мною, но позже ты пойдешь за Мною. Друзья, Он не сказал этого Иуде. То есть, есть разница между Петром и Иудой. Отречение Петра будет преодолено. Но чтобы снова поставить Петра на ноги, нужна была тонкая работа со стороны Господа. С другой стороны, друзья, вот эта вот слабость Петра, она не может быть преодолена, ну, автоматически. Единственный способ для верующего человека преодолеть свои слабости, друзья, это смотреть им в лицо, признать, что они у нас есть, а затем покаяться в них, искать милости Господа и силы Святого Духа, чтобы преодолеть их. Вот у Петра не получилось увидеть себя, друзья. Почему Петр не ответил Господу немножко по-другому, друзья, ну, вот я опять немножко, простите, пофилософствую, почему Петр не мог сказать, Господи, я не могу в это поверить, ну, вот я не такой человек, я думаю, что у меня есть вот эта вот слабость, о которой ты говоришь, я думаю, что у меня нет такой слабости, о которой ты говоришь, но вот если она у меня есть, а ведь ты знаешь все лучше всех, пожалуйста, Господи, покажи мне ее сейчас, скажи мне, как я могу преодолеть эту слабость, а чтобы спастись от этого мерзкого поступка, который ты так говоришь, как ты говоришь, я собираюсь совершить. Нет, друзья, Петр не мог в это поверить про себя, даже когда Господь сказал ему об этом. Он думал, что у него достаточно мужества, достаточно решимости, чтобы пойти на любую жертву, необходимую для преданности Господу. То есть на самом деле это было не так. Поэтому Петру пришлось тяжелым, горьким путем узнать, что Господь знает его, его личность лучше, чем он сам. А вот эта вот слабость, которую, по словам Господа, он увидел в нем, она действительно была, ее нужно было вывести на поверхность, чтобы исцелить. И вот единственный способ заставить Петра взглянуть в лицо своей слабости, друзья, и таким образом научиться преодолевать его, это позволить ему оказаться в обстоятельствах, где он потерпит неудачу и отречется от Господа. Это был, наверное, единственный путь для Петра. Что в свою очередь, друзья, очень высоко поднимает любовь нашего Господа. Он позволил Петру оказаться в этих обстоятельствах и сделать это ужасающее открытие. Ибо, как напоминает нам 13 глава, евангелистян, что возлюбив своих бывших в мире, он до конца возлюбил их. И любовь нашего Господа, она была полна решимости сделать Петра в итоге совершенно другим человеком, чего бы это ни стоило, какую бы цену ни пришлось платить Петру. Я напомню слова Луки, которые тоже вдохновляют, когда мы думаем о Петре. «Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Но давайте, Мишка, опять порассуждаем, друзья, вот о чем мог молиться Христос. Петр – это апостол, давайте скажем, миссионер. Христос мог бы сказать, Петр, я буду молиться за твое свидетельство. Но его свидетельство потерпело неудачу. Либо Господь сказал, Петр, ты апостол, тебе нужно много говорить, проповедовать, я буду молиться за твой язык. Господь не молился за его язык, друзья, потому что его язык потерпел неудачу. Зачем молился Господь? Он молился о вере Петра, чтобы не оскудела его вера. Итак, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вы знаете, вот я тоже стою сегодня здесь перед вами, и я верю, что Иисус – это Сын Божий, и вы верите в это. Я верил в это вчера, а как насчет завтра? Понимаете, друзья, эти стихи настолько реальны для нас в нашей жизни, и это как-то утешает, что Господь молился за Петра. И молился за Тебя, чтобы не скудела вера Твоя. Хорошо, друзья, мы будем заканчивать несколько мыслей перед молитвой. Представьте себя в конце 13 главы за Словом Христа. Вот это вот самый конец 13 главы. Что вы узнали? Вы вдруг узнали, что среди учеников есть предатель. Иуда выходит. Вы узнаете, что Петр вскоре предаст его. Как бы вы себя чувствовали? Конечно, на лице учеников появилось выражение тревоги. То есть, если Петр, первый камень среди нас, тречется, тречется тогда, когда Господь здесь. Так что же будет с нами, когда Господа не будет? Я думаю, Господь все это замечает, друзья. Конечно, у них были все основания для того, чтобы позволить своим сердцам быть в смятении. И вот посмотрите 14 главу 1 стих. На одном дыхании, друзья, Господь как бы продолжает. Когда не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Вы знаете, что происходит? Вот действительно, жизнь учеников на тот момент была очень сложной. А как же им теперь встретить то, о чем предсказал учитель? Как все это преодолеть? Послушайте, друзья, что делает Господь. Это очень интересно. Господь отвлекает учеников от самих себя. Он как бы говорит, вот я сказал вам о вас, но вы люди. Вы очень маленькие. А теперь посмотрите на великое, что есть среди вас. А среди вас есть Бог. И я есть среди вас. И как бы говорит, ну, отвлекает внимание от самих себя. Отвлекает внимание от собственных проблем учеников. И наших с вами собственных реакций. Друзья, человек маленький, но Бог большой. И вот об этом говорит Господь. Вы знаете, глава открывается омовением ног Петра. Завершается вызовом жизни Петра. И таким образом она указывает на нужды и неудачи учеников. Именно того ученика, который, несмотря ни на что, действительно любил своего Господа. Друзья, знаете, что мое утешает мое сердце? Мое сердце утешает, что за таких учеников Христос пролил кровь. Ради Симонов Петров. Он отложил одежду славы. Он сошел в этот мир. Он стал слугой. Он понес бремя наших грехов, воскрес и вознесся в величие и славе. Это было сделано для того, чтобы Симон Петр и все подобные ему могли присоединиться ко Христу на другой вечере, друзья. На великой вечере Агнца. Знаете, слова Господа однажды сбылись. И Петр действительно положил жизнь свою за Господа. Это одна из, ну, очень надежных традиций христианской церкви. То есть мы верим, да, и в какой-то мере история подтверждает, что в конце концов Петр готов был дать жизнь свою за Христа. Я думаю, поэтому, если бы в наших церквах проводилось голосование на тему «Любимый апостол», то вполне возможно победителем бы стал Петр, не Павел. Я так думаю, друзья. Знаете, почему? Потому что из апостолов он больше всего похож на нас. Он часто делал и говорил, что не нужно. Однако, кроме этого, друзья, Священное Писание говорит, что столько же часто Господь восстанавливал его снова. Сколько раз он что-то делал не так, то есть столько же раз Господь восстанавливал его снова. Друзья, это Петр не единственный человек, с которым так относился Господь. Помните древнюю книгу? И было слово Господне к Ионе вторично. Братья и сестры, наши ошибки никогда не должны быть окончательными. Если Спаситель Петра является нашим Спасителем. Знаете, всякий раз, когда мы дочитываем Евангелие Иоанна до конца, мы обнаруживаем, что это послание оставляет нам ученик, которого любил Иисус. Но этот ученик рассказывает на том, как Петр, любивший Христа, он тоже понял, что ученик, он тоже ученик, которого любил Иисус. То есть, друзья, обычно мы понимаем, вот слова апостола Иоанна, ученик, которого любил Иисус, это тот, которого Иисус любил больше. Друзья, может быть, означает немножко другое. Может, это означает, что Иоанн был именно тем учеником, который узнал, что Иисус его любил больше. Пусть Бог благословит нас с вами в наших рассуждениях, в нашем путешествии, в нашем следовании за Господом. Я покушаю вас к молитве. Помолитесь, какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.